Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – борьба магнатских группировок. Широкие права шляхетского сословия были специфическим, своеобразным явлением в европейской истории. Шляхта считала, что политический строй Речи Посполитой – самый лучший и совершенный в сравнении с другими странами. И этим очень гордилась. Всякая попытка реформ или стремление короля усилить власть воспринималась как попушение на шляхетские вольности. Поэтому на сейме 1669 года было принято постановление, запрещавшее в стране нововведение. В нем говорилось, что всякое нововведение в Речи Посполитой может быть опасным и приведет к большому волнению. Необходимо сейму следить за тем, чтобы ничего не подвергалось изменениям. Общегосударственный сейм постепенно утрачивал свое значение. Используя право либерум вета, шляхетские послы постоянно срывали его заседания. За 1652-1764 год из 50 сеймов Речи Посполитой 48 закончили свою работу безрезультатно. В управлении внутренними делами Речи Посполитой усилилось значение поведовик шляхетских сеймиков, которым было передано право собирать налоги и распоряжаться ими. В условиях частого срыва сеймов, особенно в XVIII веке, сейники присваивали себе функции законодательной и судебной власти и считались постановлениями сейма. Речь Посполитую охватил политический кризис. Власть постепенно переходила к магнатам, которые подчиняли себе обедневшую шляхту. Магнаты создавали собственное войско, так называемую надворную милицию. Строили крепости. По количеству солдат и вооружения их армии даже превосходили государственное войско. Войны Речи Посполитой с Россией и Швецией усилили зависимость королей от магнатов, а ссоры и стычки между магнатами стали обычным явлением. В середине XVII века возвысился магнатский род родивилов. Об этом свидетельствует Кейданская уния, заключённая ими со Швецией. Им противостояли сапеги и паци. Затем во второй половине 1670-х годов, первой половине 1680-х годов, стали доминировать паци, занявшие ВКЛ высшие государственные должности и владевшие большим количеством земли. С ними конфликтовали сапеги и агинские. Феодальная война 1697-1702 годов. Уже со второй половины 1680-х годов в Великом княжестве Литовском возвышается магнатский род сапег. Должность великого магната занял Казимир сапега, а под скарби был его брат Бенедикт, прозванный литовским Макияелли. Сапег первоначально поддерживал короля речи посполитой Ян Третий Сабецкий. Ему в то время нужен был политический противовес магнатскому роду паци. Сапеги, получив от Яна Третьего Сабецкого высокие должности, укрепили свое положение и выступили против короля, намеряясь возглавить самостоятельное княжество. Свою политику они проводили насильственными методами с подавлением оппозиции. Это вызвало недовольство большинства шляхты страны. Главным требованием противников сапег было уравнение прав шляхты Великого княжества Литовского с правами польской шляхты. Но это предусматривало ограничение полномочий Гетмана под скарби и других министров Великого княжства Литовского, что непосредственно затрагивало Сапег. В 1697 году противостояние переросло в настоящую войну. Поскольку оно происходило внутри страны, то ее называли домашней войной. Во время войны разорялись деревни, разрушались города. Исход войны решило поражение сапег в битве под Алькениками возле Вильны. 18 ноября 1700 года тогда сапеги создали казацко-крестьянские отряды из-под властного населения. В 1701-1702 годах бои между ними шляхетскими войсками произошли в районе Дубровна, Старого Быхова, Головчина. Но прежнее могущество магнатского рода сапега было подорвано. Нарастание российского влияния в Речи Посполитой. В 1697 году новым королем Речи Посполитой был избран саксонский немецкий монарх Август II Сильный. Для него Северная война 1700-1701 годов была средством достижения личных целей. Он желал превратить Речи Посполитую в наследственное владение Саксонии. Благодаря поддержке России Август II попытался предать своей власти неограниченный характер. Для этого на территорию Речи Посполитой он вел саксонское войско. Польская шляхта, недовольная военным постоем, грабежами и убийствами немцами двух поляков, поднялась против короля. В Великом княжестве Литовском ее поддерживали магнаты Пацы и Агинские. На стороне короля выступил гетман Станислав Денгов. В 1716 году на съезде шляхты княжества была образована Велинская конфедерация. Отряды конфедератов сражались с королевскими саксонскими войсками на всей территории Речи Посполитой. В конфликт внишалась Россия, которая ввела в Речь Посполитую свои войска. Чтобы примирить враждующие стороны, российский посол князь Григорий Долгородкий выступил посредником в переговорах между королем и шляхтой. В результате в Варшаве было подписано соглашение, которое утвердил сейм 1717 года. Поскольку послы на протяжении шести часов молча слушали условия перемирия и согласились с ними, то в истории его называют первым немым сеймом. Король должен был вывести из Речи Посполитой саксонское войско, а шляхта распустить конфедерации. Численность войска сокращалась. В ВКЛ до 6 тысяч солдат, в Польше до 18 тысяч солдат. Понятно, что защитить независимое государство это войско не могло. Война за польское наследство 1733-1739 годы. После смерти августа 2-го Франция, Испания и Сардиния предложили на трон Речи Посполитой кандидатуру бывшего короля Станислава Лещинского. Внутри Речи Посполитой его поддержали магнаты Потоцкий, Броницкий, Радивилы. На Варшавском сейме в сентябре 1733 года большинством шляхты Станислав Лещинский был избран королем. Но против выступили Россия и Австрия. Эти страны хотели видеть монархом Речи Посполитой, сына Августа, Фредериха Августа. Того же желала и магнатская группировка под названием «Фамилия», образована Читарыскими и Масальскими. Россия направила в Варшаву 70-тысячное войско. Король Станислав Лещинский бежал в Гданск, который был осажден российскими войсками и вскоре капитулировал. Затем основные военные действия развернулись на территории Польши, Германии, Австрии и Италии. Используя силу, Россия принудила шляхту в 1733 году избрать королем Фредериха Августа. Он вошел в историю Речи Посполитой как Август III. Война за польское наследство завершилась в подписании в 1738 году Венского мира между Австрией и Францией, к которым в следующем году присоединилась Россия и Речи Посполитая. Станислав Лещинский во второй раз отказался от трона и вновь выехал во Францию, где получил пожизненное владение лотарингию. Там Лещинский развернул обширное строительство, открыл военную школу для выходцев из Речи Посполиты, занимался философией, писал научные работы. Война показала в непошнеполитическую слабость Речи Посполиты и свидетельствовала о дипломатическом успехе Российской империи. Но следует учесть и то, что господство шляхты позволило избежать установления в Великом княжестве Литовском деспотической власти. При августе 3-м сначала боролись с коалицией Читарыски, сапет, массальски и салагубы против доминирования радивилов, а потом Читарыски с радивилами. Все сеймы, за исключением 1736 года, были сорваны. На поведу у сеймиков обычным явлением стали драки и вооруженные стычки шляхты, убийства политических противников. Сам король большую часть жизни проводил в Саксонии, где развлекался охотой. Он управлял страной с помощью фаборитов, в частности, непопулярного среди поляков Генриха Брюля. Во внешней политике август 3-й опирался на Россию. Таким образом, в середине XVIII века Речь Посполитой сохранила свою территориальную целостность. Границы ее остались неизменными, но реализмный суверенитет страны, независимость во внешней и внутренней политике, был сильно подорван. В государстве углубился политический кризис. Сеймы постоянно сорвались, что парализовало деятельность центральной власти. Проверим свои знания.